Сегодняшняя наша тема, размышления, которые мы будем исследовать в Библии, я заглавил следующим образом. Что делает человека счастливым в жизни? Вы хотели бы быть счастливым по жизни человеком, да или нет? Ну, антонимом бы этому было бы, кто хотел бы быть несчастным? Ну, никто не подымет руку и не скажет, я бы хотел бы быть несчастным. Все желают быть счастливым. И вот сегодня мы спрашивали у детей, кто кем бы хотел бы стать? Интересно было бы, если бы была такая возможность перемотать пленку лет так на 50 вперед и посмотреть, вот кем Веня на самом деле станет. Станет ли он строителем или не станет? Или станет кто-то полицейским? Или Ева учителем станет или не станет? А каким Веня станет строителем? Хорошим или плохим? Вот интересно было бы, правда или нет? Я помню, когда моя жена ходила, будучи беременной, и мы вот думали, каким будет этот ребенок? Да, родителям хочется знать, кто это будет, мальчик или девочка? Ну, уже что-то готовишь, какие-то одежды, узнали, что мальчик. Вот интересно, каким же он будет? Веня не сомневается, он будет хорошим строителем, все правильно. Вот интересно было бы узнать, да, а вот интересно еще было бы узнать, а вообще по жизни, неважно профессия, а по жизни он или она будет счастливым человеком? Или не очень? Как определить? Во что, вот если бы мы сегодня имели возможность во что-то вкладывать свое время, свою энергию, свои силы, мы все хотим стать счастливыми людьми, так во что стоит вкладывать? Сегодняшняя наша проповедь, она будет актуальна для всех, но она будет более актуальна для тех, кто младше. И чем младше, тем более актуальнее. Знаете почему? Потому что чем младше человек, тем больше он может что-то поменять в своей жизни, что потом повлияет на ход будущих событий в жизни. Так вот, недавно было проведено исследование, ученые задаются этим вопросом, а что человека делает счастливым? Как сделать так, чтобы быть счастливым? И вот недавнее исследование показывает, у молодых людей в 20-30 лет спросили, а что вообще самое главное в жизни? Какие цели вы перед собой ставите? 80% из молодых людей отметили, самое главное в жизни, это как вы думаете, что? Но самое главное в жизни, это, они говорят, деньги. Самое главное это деньги. Я забыл, у нас еще очень важный момент, прежде чем мы начнем, у нас есть небольшой тест для наших детишек. Дети, вы любите тесты в школе или нет? Я не очень любил, когда учился в школе, я не очень любил тесты, контрольные. Так вот, у нас тест из трех вопросов. Вот этот человек, вы должны тут, там где единица, записать его имя. Он, смотрите, он сначала был военно-пленным, потом он стал губернатором Вавилонской области. Ну, в Библии не так немножко написано. Он был правителем над всей областью Вавилонской, так написано. И потом он также стал ректором Академии наук Вавилона. Или в Библии написано, он стал начальником всех мудрецов Вавилонских. Кто это такой? Дети, кто это? Поднимайте руку. Матфей, кто это был? Даниил, правильно, это был Даниил. Ты правильно ответил, тебе можно еще один кусочек маленьких торта в конце, после обеда, как все съешь. Скажешь маме, что дядя Славик разрешил. Второй вопрос. Этот человек, он был сначала пастухом, потом он был домоправителем, потом он попал в тюрьму, но в тюрьме, или в темнице, он стал начальником темниц. А потом он даже дорос до того, что стал вторым человеком, мы сегодня так называем, премьер-министром Египта. Кто это был? Давай, Матфей, уже не ты, а кто-то другой. Кто еще? Давай, давай, Тимоха. Это был Иосиф, правильный ответ. Тимоха, ты тоже можешь получить еще один кусочек десерта в конце сегодняшнего обеда. Ну и третий вопрос. Этот человек тоже был пастухом, но он также был, я бы даже сказал, он был отважным пастухом, храбрым пастухом. Потом он был отважным воином. Он еще также был и музыкантом, ну а потом стал царем в Израиле. Давай, отвечай. Давид, правильно, это правильный ответ. Что объединяет этих молодых людей? Они были успешными людьми или нет? Иосиф, Давид, Данил, они были успешными или нет людьми? Ну, у них были, конечно же, такие и неприятности в жизни. Не сказать, что их жизнь была беспроблемной или такой гладкой, знаете. Но они были, я бы сказал, довольно-таки успешными людьми. Так вот, что делает человека успешным? К чему стоит стремиться? К чему стоит идти? К чего стоит, как бы, какую цель следует преследовать в жизни? Они все отмечались верностью Богу. Это очень важный ответ. Мы его так положим на полочку где-то в нашем мозге, и мы еще вернемся к этому. Так вот, ученые проводят исследования. Что делает людей счастливыми? Какие цели перед собой сегодня ставит молодежь? И вот в Гарвардском университете было проведено такое исследование, и люди задались вопросом, что делает нас счастливыми? 80% молодежи на сегодняшний день перед собой ставят одну цель. Когда они выбирают профессию, когда они выбирают потом работу, то, как вы думаете, какую цель они перед собой ставят? Самое главное. Я помню, однажды я беседовал со своим одноклассником, мы заканчивали школу, выбирали профессию, и он мне говорит, Славик, запомни, самое главное, это чтобы были, как вы думаете, что? Самое главное, чтобы были деньги. Будут у тебя деньги, будет у тебя и девушка, и невеста, и жена, и все у тебя будет потом нормально. Самое главное в жизни, чтобы были деньги. 50% из молодых людей сказали, что для них самым главным и самой важной целью в жизни они перед собой ставят, это то, чтобы быть популярным, чтобы быть известным. Многие сегодня нам говорят, мир говорит о том, что нужно усиленно работать, нужно трудиться, нужно работать сверхурочно, потому что тогда ты сможешь пробиться по карьерной лестнице, ты сможешь заработать больше денег, ты сможешь стать более успешным, и как результат будешь счастливым. Но приносит ли много работы нам много счастья? Кому-то да, кому-то нет, по-разному. Что же на самом деле делает нас счастливыми? В Гарвардском университете было проведено исследование, которое проходило на протяжении 75 лет. Они взяли молодежь чуть-чуть старше той, которую сегодня мы исследовали здесь, и проследили, как развивалась вся их жизнь. Посмотрели, кто из них стал успешным, а кто нет. Кто из них был счастливым, а кто нет. И ученые ответили на вопрос, что делает человека счастливым. Сегодня мы будем ответ на этот вопрос искать, не просто в науке, мы будем искать его и в Библии, и в науке. Вы согласны за такое исследование, да или нет? Было ли когда-нибудь время такое, что мы его называли, это был рай на земле? Было когда-то такое в истории человечества, когда все было гладко, когда все было идеально? Было такое или нет? Я вижу, как некоторые махают голову, что нет, но это неправда. Ведь в Библии написано, что такое время было. Где мы о нем читаем? Мы читаем об этом в книге Библии, в книге Бытие. Это первые две главы. Эдемский сад, там было все. Мы говорим, ну там было не как в районе, там и был рай. Там все было идеально. Когда Бог создал нашу землю, мы читаем в книге Бытие, первая глава и вторая глава, все было хорошо, все было хорошо, на третий день хорошо, на четвертый день Господь создает все хорошо, и в конце недели Господь говорит, что все было хорошо, и хорошо на сколько? Хорошо весьма. Но во второй главе мы читаем историю о том, как Бог уже все создал. Земля, животные, растения, все уже создано. Адам создан, Адам назвал всех животных, все было хорошо, но даже в Эдемском саду что-то вот именно в этот момент было нехорошо. Книга Бытие, вторая глава и восемнадцатый стих отвечают нам на вопрос, что было нехорошо. Вы помните, что было нехорошо? И сказал Господь Бог, восемнадцатый стих второй главы, нехорошо что? Нехорошо быть человеку каким? Одному сотворим ему помощника, соответственно ему. Что было нехорошо для человека в Эдемском саду? Вначале. Одиночество – это нехорошо. Одиночество – это нехорошо. Скажите, на сегодняшний день, одиночество – это хорошо или нехорошо? Нет, на сегодняшний день это еще хуже. И если во времена Адама понятно было, почему он был одинок, потому что других людей просто не было, на сегодняшний день на земле живет, ну, в семь с половиной миллиардов людей. Казалось бы, невозможно быть одиноким. Но возможно или невозможно? И такое складывается впечатление, что чем больше города, чем больше людей вокруг, тем более одиноким человеком можем быть. Первое, о чем говорит Господь, нехорошо быть человеку одному. Хорошо. Когда Господь создал Еву, все было как? Уже в тот момент. Все было просто замечательно, да? Что у Адама было? Скажите, вот я вот себя ловлю на мысли. Смотрите, Адам жил в раю. Что у него было? Вот из того, что вот, вот что мне сегодня надо, нужно, необходимо. Вот молодежь, выходит новый телефон. И я вот смотрю, многие мои друзья, мне нужен этот телефон. Мне просто он необходим. Новый автомобиль вышел, новый компьютер, новые какие-то, я не знаю, туфли, кроссовки, платье, что-то новое вышло. А я вот себя ловлю на мысли. А было такое время, когда вот не было у нас телефонов. Было или не было? Да было, при нашей жизни было. Скажите, мы тогда жили отвратительно, ужасно, плохо, а появился телефон, и у нас все изменилось к лучшему, и мы стали жить намного лучше. Да или нет? Как-то кажется, даже наоборот, да? Мы стали наоборот какими-то более, как-то все как белка в колесе, ритм еще прибавился, еще прибавился. Казалось бы, мне не нужно бежать к соседу, спрашивать, просто набрал, позвонил, спросил, узнал все, что нужно, но как-то жизнь стала еще сложнее, еще быстрее, еще больше стресса и так далее. Итак, что у Адама было? Вот если бы пришел такой жених к вашей дочке, как Адам, и вы бы спросили, Адам, брат, а что у тебя есть? Чем бы он мог похвастаться? Что у него было? Он был, знаете, как мы на русском языке говорим, он был голый и босый. Он, ну, в буквальном смысле, у него ничего, казалось бы, не было. Да, или гол как сокол, мы говорим. Но что у него было? Или кто у него был? У него была самая лучшая жена, и у него был самый лучший Бог. У него был друг, человек, и у него был друг Бог. И идеальное общение друг с другом. Что у Адама было, еще раз. Мы говорим о раю. Кто хотел бы быть в раю? Мы говорим, что все бы хотели. Что нужно? Все, что Адаму было нужно, согласно то, что Бог говорит, это вот друг, жена, и это общение с Богом. Запомнили? Идем дальше. Новый Завет. Евангелие от Матфея, 22 глава, стихи с 37 по 39. К Иисусу приходит законник и задает ему вопрос. Вы хорошо помните эти стихи, и задает, какая наибольшая заповедь? Какая заповедь вообще самая главная? Некоторые люди ошибочно считают, что Христос здесь дает новые заповеди, что Он будто бы отменяет старые 10 заповедей и дает новые. На самом деле это не так. Вопрос задан был, какая из заповедей наибольшая из закона? Не новая заповедь, а наибольшая из тех, которые уже есть. И Христос цитирует из книги Второзакония 6 главы, 5 стих, и из книги Левит, 19 главы. Он цитирует две заповеди, которые уже были. Какие же это наибольшие заповеди? Что вообще самое главное? Смотрите, что Он говорит. Иисус сказал ему, возлюби кого? Господа Бога твоего, как? Всем сердцем твоим, всею чем? Душою твоей и всем разумением твоим. Итак, первая заповедь, о чем она говорит? Что мы должны что делать? Любить, любить кого? Бога. Как? Всем сердцем, всею душою, всеми силами или всем разумением твоим. Вторая, и Он говорит, что сия есть первая и наибольшая. Дальше Он говорит о второй. Вторая же, она какая? Она очень похожа. Первая заповедь какая была? Люби Господа всем сердцем, всеми силами, всей душою, всем разумением. А вторая, она очень похожа. подобная ей и в чем она заключается? Возлюби кого? Ближнего, как самого себя. Что общего между двумя этими заповедями? Любовь, да? Любовь к Богу, любовь к ближнему. Что у Адама было в Адамском саду, когда мы это называем раем? Что у него было? У него был Бог, у него был ближний, уже выражаясь этим языком. Иисус говорит, самая большая заповедь. И дальше в 40-м стихе я прочитаю этой же главы. Он говорит, на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Христос говорит, вот весь закон и пророки, другими словами, весь Ветхий Завет, он утверждается на вот этих двух заповедях. Самое главное для человека, это любить Бога и любить ближнего. Когда я был 6, 7, 8, 9 лет, моя мама ходила в церковь. И она активно, назовем это так, поощряла меня тоже ходить в церковь. Я это называл по-другому, но она это называла так, поощряла меня ходить в церковь. Я не хотел. Мне это было, ну, неинтересно. У нас был с мамой договор, если я в субботу утром иду в церковь, то потом, до конца дня я могу делать все, что хочу. Я свободен. И поэтому для меня, ну, я не хотел идти в церковь, но я понимал, ну, я с утра пойду, а потом я свободен. Мне не нравились вот эти все ты должен, ты должен, ты это не так, ты то не так, ты должен вот это, ты должен вот это. Мне не нравилось это. Я хотел быть свободным, хотел быть счастливым человеком. Мы все желаем быть свободным, и мы все желаем быть счастливыми. Что же делает нас счастливыми на самом деле? Мы возвращаемся к этому исследованию, которое было проведено в Гарвардском университете на протяжении 75 лет. Исследовались 724 мужчины. Причина, почему исследовали только мужчин, потому что на тот момент в Гарвардском университете учились только юноши, только парни. Девушки там не учились. И ученые задались вопросом, давайте мы проследим вот от того момента, как они поступили на первый курс, проследим за всей их жизнью и посмотрим, кто из них станет успешным, кто нет. Что сделает их успешным? Что определяет успех, счастье и даже здоровье, физическое здоровье человека в будущем? И на эти вопросы мы сегодня имеем ответ. Подобные исследования очень редки, потому что исследовать на протяжении 75 лет это очень сложно. Большинство этих исследований заканчивается в течение 10, максимум 20 лет. Либо потому что сами исследуемые люди говорят, что нам уже надоело, мы не хотим ни на какие вопросы отвечать, ни какие анкеты заполнять, нам это уже не интересно. Либо сами исследователи, вплоть до того, что они тоже люди, они тоже умирают, либо заканчивается финансирование, и эти исследования как бы заканчиваются. Но это исследование дошло до наших дней, и оно продолжается. 60 из 724 мужчин все еще живы, и мы все еще можем как бы узнавать о том, что делает человеку успешным, счастливым и здоровым на протяжении жизни. Итак, в 1938 году было выбрано две группы людей. Первая группа это были первокурсники Гарвардского университета. Они закончили колледж во время Второй мировой войны, и потом большинство из них отправились на фронт. Вторая группа людей это были мальчишки из самых бедных районов Бостона. То есть, хотелось взять тех, которые учатся в Гарварде, и хотелось взять самых простых, бедных, из неблагополучных семей ребят. Большинство из них жили без горячей или холодной проточной воды. Некоторым даже приходилось ночевать на улице. И в начале исследования со всеми подростками было проведено интервью. С ними пообщались, пообщались с их родителями, провели медицинское обследование, чтобы посмотреть, где мы находимся, на каком этапе, есть какие-то болезни или нет. После они росли, вырастали, приобретали профессии, начинали работать. Кто-то работал на фабрике, другие стали юристами, третьи врачами. Один из этих 724 мужчин стал президентом Соединенных Штатов Америки. Другие со временем стали алкоголиками, у некоторых развилась шизофрения. Одни поднялись по социальной лестнице с самого низу до самого вверху, а другие наоборот, закончив вроде бы Гарвардский университет, скатились с самого вверху в самый низ. Каждые два года исследователи звонили, спрашивали, можно ли мы, чтобы мы пришли к вам и задали опять те вопросы, которые нас интересуют. Многие из тех бостонских простых ребятишек, которые выросли на улице, они задавались вопросом, к чему это все, зачем вообще вам моя жизнь, она не такая уж и интересная, я же обычный человек, обычный трудяга. Что интересно, никто из тех ребят, которые учились в Гарварде, не задал такого вопроса. Они были уверены в том, что мы интересны, мы успешны. Чтобы получить точную картину жизни, им не просто задавали вопросы, но с ними проводили личную беседу у них дома, изучали медицинскую историю и также проводили сканирование мозга. Итак, что же мы узнали из более чем 10 тысяч страниц этого исследования? Полученные уроки, они не о деньгах, полученные уроки, они даже не о карьерном росте, полученные уроки, они о том, насколько важны взаимоотношения друг с другом. Самый главный вывод, полученный в этом исследовании, заключается в том, что хорошие отношения делают нас счастливыми и довольными жизнью. Вот вы видите одного из людей, вот его фотография в 19-летнем возрасте, вот ему 47 лет и вот ему 87. Вся жизнь, она вот перед нами, можно сказать, на бумаге. Чему мы можем научиться из этих всех людей? Первый урок, который мы извлекаем, что социальные связи полезны для нас, так написано в этом исследовании, социальные связи полезны для нас, а одиночество что делает? А одиночество убивает. Другими словами, исследование показывает, что люди, у которых хорошие взаимоотношения в семье, на работе, с соседями, с друзьями, они были более успешны в жизни, они были более счастливыми и удовлетворенными, и они были более здоровыми на протяжении всей своей жизни. Одиночество, с другой же стороны, отравляет нашу жизнь. Такие люди несчастливы, их здоровье ухудшается быстрее в среднем возрасте, и работа мозга притупляется быстрее, они живут меньше. К сожалению, статистика американская говорит о том, что каждый пятый человек в Америке чувствует себя одиноким. Второй урок, который мы получили из этого исследования, это то, что главное даже не количество друзей, а что? А качество. Мы говорим, что не имей 100 рублей, а имей кого? а имей 100 друзей. Но можно ли иметь на самом деле 100 таких хороших, преданных друзей? 100, наверное, это нереально. 2, 3, 4 друга это более реально. Так вот, важно, главное, не просто количество, не просто выйти замуж, не просто жениться, но качество этих взаимоотношений, оно определяет, насколько успешным будет человек. Очень интересный вопрос задали ученые сами себе. Смотрите, что они сделали. когда испытуемым исполнилось 80 лет, то есть, вот люди, вот им уже по 80 лет, их жизнь уже, большая часть жизни, она уже позади, мы о них все знаем. мы даем ученым их жизнь на бумаге от 20 до 50. Даем им информацию и просим, предскажите, какова будет их жизнь в 60, 70 и 80 лет. Вы поняли задачу или нет? Вот вам, то есть, эти люди, они уже прожили 80, но мы как бы вот эти последние 30 лет, мы вам не рассказываем, что было, мы вам рассказываем, что было от 20 до 50. Вы можете предсказать, что с ними будет в 60, 70 и 80? И вот, по какому фактору они могли определить наиболее точно, насколько счастливым, насколько здоровым и насколько успешным будет человек? По какому фактору? Даже физическое здоровье определялось не по показателям холестерина в крови, а определялось главным фактором, по которому можно было определить, насколько счастливым, здоровым и удовлетворенным будет человек, был не уровень холестерина, а то, насколько человек был удовлетворен своими отношениями с окружающим. Вы слышите, что я говорю? То, насколько он был удовлетворен своими отношениями с близкими в 50, определило, насколько здоровым физически счастливым и довольным будет человек в 60, 70, 80 лет. И в те дни, интересный момент, что в те дни, когда испытуемые говорили о том, что мы переживали какую-то болезнь или физическую боль, те люди, которые имели отношения хорошие с окружающими, они говорили о том, что нам было легче перенести, чем те, которые имели плохие отношения с людьми вокруг. Когда я прочитал это исследование, я по-другому стал смотреть на заповеди Иисуса, который говорит, возлюби ближнего, как кого? Как самого себя. Друзья, вот эта заповедь, она кому нужна больше всего? Согласно этому исследованию, те люди, которые любят окружающих, те люди, которые живут по этой заповеди, они живут как? Они живут лучше, они более здоровы, они более счастливы, они более удовлетворены своей жизнью, хотя живут в том же самом мире, в том же самом окружении, но они счастливые люди. Еще третий момент, который мы поняли из этого исследования, это хорошие отношения защищают не только от тела, но защищают даже наш мозг. Те заболевания, которым подвержены пожилые люди, такие как деменшия или слабоумие, или склероз и так далее, те люди, которые имели хорошее отношение на протяжении всей жизни, были активны, они были менее подвержены заболеваниям мозга в пожилом возрасте. Итак, когда был рай на земле, что было для человека необходимо на самом деле, сколько денег было в кармане у Адама, у него было, и что еще интересно, из этого исследования мы увидели, интересный момент, что как только ваши основные нужды удовлетворены, вот то, о чем Самойл сказал, у него была земля, ему было, что кушать или не было, было, что кушать, ему было, где ночевать или не было, это важные моменты, я не хочу сказать, что можно не кушать, не пить, негде жить, главное, чтобы друг был, и чтобы я Богу молился, и тогда все будет хорошо, нет, наши основные потребности должны быть удовлетворены, и у Адама это было, но вот все то, что сегодня мир навязывает нам, оно не столь необходимо, как нам об этом говорят, так вот, из этого исследования мы поняли, что не влияет на счастье человека, богатство не делает вас более счастливыми, если вы зарабатываете, ну здесь говорится об Америке, 75 тысяч долларов в год, и начнете зарабатывать 75 миллионов в год, а вроде бы разница, то уровень вашего счастья не подымется на так уж и много, если подымется вообще, вот между там 20 тысяч долларов и 60 и 70, там есть разница, потому что, ну нужно где-то жить, нужно что-то кушать, но после вот этого рубежа в 75 и выше, на счастье, оно людей не повлияло. Другое исследование, даже целый выпуск журнала Time был посвящен, вы видите, how to live longer and better, как жить дольше и лучше, целый выпуск за 26 февраля прошлого года, 2018. Здесь, в этом исследовании, я коротко процитирую одну статью. Вы спрашивали, задается там вопрос, живут ли верующие люди дольше? Интересный вопрос, или нет? Вот чисто, вот так, давайте Библию в сторону отставим, чисто по науке. Верующие люди живут больше или меньше? Множество исследований показывают взаимосвязь между посещением религиозных богослужений и продолжительностью жизни. Одно из наиболее всеобъемлющих исследований было опубликовано в издании JAMA International Medicine в 2016 году. Оно показывает, что риск смертности у женщин, которые посещали богослужения более чем раз в неделю в течение последующих 16 лет был на 33% ниже. То есть, в чем исследование? Мы опросили множество женщин и спросили, кто посещает богослужения и кто нет. И потом просто посмотрим, кто умер за последующие 16 лет и кто нет. Так вот, из тех женщин, которые посещали богослужения более чем раз в неделю, они умирали на 33% реже, скажем так, чем те, которые не посещали. Другими словами, верующие люди живут больше. Другое исследование, я не буду сейчас все перечитывать, другое исследование было проведено, просто проанализировали даже не людей, а некрологи. Знаете, что такое некролог? Человек умер, о нем, ну, как бы такую заметочку в газете написали. Так вот, группа исследователей решила посмотреть, верующие люди, вот те, которые были признаны верующими по некрологу, что он был членом церкви такой-то, членом церкви такой-то, они живут больше или меньше. Это исследование было проводилось на протяжении полутора лет, исследовали всех людей, которые проживали на определенной территории в Америке, и вот что определили. Люди, которые принадлежали той или иной церкви, если вот это единственный вопрос, который вы задаете, ходил в церковь, 9,4 года, 9,4 года, больше. Много факторов и других, ученые говорят, ну да, но тот просто курил, а тот не курил, тот вел беспорядочную жизнь, а тот порядочную жизнь вел и так далее. Но, если мы задаем один вопрос, ходил в церковь или не ходил, а 9 лет прожили больше. Что показывают нам эти исследования? Показывают ли они нам, как людям верующим, что-то абсолютно новое? На самом деле, те истины, которые они открывают, они не новые. Они стары, как наш мир. Эти истины были известны Богу еще со времен творения. Он знал, что самое важное для нас это две вещи. Это хорошее взаимоотношение с ближними, это хорошее отношение с Богом. И та заповедь, которая мне казалась в моем детстве, что меня что-то заставляют, меня требуют, меня куда-то к чему-то принуждают, меня принуждают только по одной причине. Для того, чтобы кто был счастливым человеком в жизни? Для того, чтобы я был счастливым человеком. Поэтому Христос говорит, возлюби Бога. Это тебе нужно славить. Возлюби ближнего, как самого себя. Книга Екклесиаста, вторая глава с первого, я прошу прощения, это не вторая, это 12 глава с первого по 12 стих. Я хотел бы, чтобы мы прочитали. Вы помните, кто написал книгу Екклесиаста? Ее написал сам Соломон. У нас нет этого стиха на экране, потому что мы будем читать с первого по 12 стих. Я бы хотел, чтобы вы открыли в Библии книгу Екклесиаста в 12 глава. Когда Соломон написал эту книгу? В раннем возрасте, в юном или в среднем годах или уже ближе, скажем так, к концу своей жизни? Ну, все-таки уже ближе к концу своей жизни. И смотрите, что он пишет. Это человек, который тоже хотел быть счастливым. Так или нет? Ну, как и все мы. Смотрите, что он пишет с первого по 12 стих. Он говорит, «Помни Создателя Твоего в дни...» Какие? Юности Твоей. «Да коли не пришли тяжелые дни и наступили годы, о которых Ты будешь говорить, нет мне удовольствия в них». И я не хочу сейчас все перечитывать. Нет, все-таки это наша вторая глава. Я прошу прощения. Книга Екклесиаста, нам все-таки нужна вторая глава. Это мы почитаем начало и конец этой книги и увидим те планы, которые перед собой ставил Соломон. И к какому выводу он пришел все-таки к концу жизни? Что на самом деле важно? Смотрите, вторая глава. Он говорит, «Сказал я в сердце моем, дай испытаю весельем и насладись добром. Но и это, что он говорит, суета. О смехе сказал я глупость, а о веселье, что оно делает? Вздумал я в сердце своем услаждать вином тело мое. И между тем, как сердце мое руководилось мудростью, придержаться и глупости. Да коли не увижу, что хорошо для сынов человеческих, что должны были они делать под небом во многие дни своей жизни». Вы видите, что Соломон делает? Он проводит подобные исследования. Я хочу узнать, что человека делает счастливым. Веселье, суета. Я буду услаждаться вином, я буду услаждаться глупостью. Не то. Я принял большие дела, построил себе домы, посадил себе виноградник, и устроил себе сады и рощи, и насадил на них всякие плодовитые деревья. Я подумал, вот был бы у меня дом, да, а если бы красивый дом, а если бы еще где-то дом на берегу озера, или на берегу реки, а если бы еще виноградник. И он это все сделал. И что он понял? Ну, построил, ну и построил. А что дальше? И он говорит, и это, и это суета, и томление духа. Сделал себе водоемы для орошения из них рощи, произращающих деревья. Приобрел себе слуг, служанок, домочадцы были у меня, также крупного, мелкого скота было у меня больше, нежели у всех бывших прежде меня в Иерусалиме. Собрал себе серебра, золото, драгоценности от царей и областей. Завел у себя певцов, певиц, усложжение сынов человеческих, разные музыкальные орудия. И сделался я великим, богатым больше всех, бывших прежде меня в Иерусалиме. И мудрость моя прибыла со мной. И чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им. Не возбранял сердцу моего никакого веселья, потому что сердце моё радовалось во всех трудах моих. И это было долю моей от всех трудов моих. И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои. И на труд, которым трудился я, делая их. И вот всё суета и томление духа. И нет от них пользы под солнцем. Вы видите, какую цель перед собой ставил Соломон? Ту же цель, которую перед собой сегодня ставит молодёжь. «Я буду богатым, я буду счастливым, я построю дома, у меня будут слуги, у меня будет множество, у меня будут украшения, я буду богатым, я буду известным, я буду, я, 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 я». Построил, добился. И что понял? Понял то, что это не делает нас по-настоящему счастливыми. Джим Керри, известный актёр, который был признан самым весёлым человеком 2007 года. В 2008 сказал, «Я хотел бы, чтобы все стали богатыми и знаменитыми и поняли, что не в этом смысл жизни». После того, как его признали самым весёлым актёром, он переживал одни из самых тяжёлых дней глубочайшей депрессии, из которой, как он сам говорит, «Я еле выбрался», неоднократно подумывал о самоубийстве. Посмотрите на многих звёзд Голливуда, на многих звёзд сцены или песни и пения. Посмотрите на них. Они счастливые люди. Они известны, они богаты, но они женаты или замужем по шесть, по семь раз. Это от хорошей жизни. Это не от большого счастья. Так в чём же суть? Что же нам скажет Соломон? Книга Екклесиаста, это уже 12 глава и 13 стих. В конце книги он говорит следующие слова. Выслушаем сущность всего. Вот какой вывод Соломон сделал в конце своей жизни. Что самое главное? Бойся Бога и заповеди его соблюдай, потому что в этом всё для человека. Для кого нужны Божьи заповеди, друзья? Это большой перелом, который наступил у меня в голове, что все те заповеди, всё то, что мне мама говорила, всё то, что мне Библия говорила, всё то, что это не нужно, а это нужно, а это не дело, это дело, это всё только для того, чтобы я был счастливым. Как больно мне видеть, как молодёжь сегодня пытается найти счастье вне Бога, пытается убежать из церкви, убежать от Бога, надеясь, что там я заживу. Исследования не библейские показывают, не заживёшь. И Библия, и сам Бог говорит, не заживёшь. Смотрите, что мы читаем в книге Второзакония, 10 глава, 12-13 стих. Итак, Израиль, чего, что делает? Требует от тебя, вот это слово, которое я так не любил, требует от тебя Господь, чего он требует? Бог твой, того только, чтобы ты боялся Господа Бога твоего, ходил всеми путями Его, любил Его, служил Господу Богу твоему от всего сердца твоей и от всей души твоей. Всё, ты должен, 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 должен и должен, да? И смотри, что дальше говорится. Чтобы соблюдал заповеди Господа и постановления, которые сегодня заповедую тебе. Для чего? Дабы, кому? Дабы тебе было хорошо. Молодые люди, молодёжь, и старшие люди, и пожилые люди, запомните одно, если вы хотите быть счастливыми людьми, то лучше, чем Божьи заповеди, лучше, чем библейские принципы, ещё никто ничего не придумал. Я помню, как я учился на четвёртом курсе или на пятом курсе университета, у меня был хороший друг, мы с ним едем в машине, проезжаем мимо девятиэтажки, я говорю, что вот здесь, мы с Юлией уже дружили, моей супругой, говорю, вот здесь у Юлииных родителей квартира, они тут раньше жили, вот в этом доме на четвёртом этаже. Он говорит, серьёзно, ну они сейчас переехали, они живут на другом доме, а квартира как бы здесь есть. Он говорит, и что, это их квартира? Я говорю, ну да. Говорит, так а что же вы не живёте там? Я говорю, ну в смысле, что мы не живём? Ну мы же ещё не женаты, как мы можем? Ну, ты, говорит, ты как маленький, уже на пятом курсе, ну это, это же не серьёзно. Ну он знал, что я хожу в церковь, он знал, что у меня есть принципы определённые в жизни. И я говорю, Саш, ну это как бы, это твоя жизнь, а это моя? Он говорит, ну да, я без всяких, но как-то, ну квартира есть, вы друг друга любите, и вот ездите друг к другу. Можно же уже было бы жить вместе. Ну как бы вот на этом наш разговор и закончился. Проходит какое-то время, Саша приходит ко мне и говорит, что вот мы с Леной решили, это его девушка, что мы будем жить вместе. Я позвонил маме, мама Виталии, вот мама говорит, ну вы взрослые ребята, вы себе решайте. Она переезжает ко мне. Ну как бы это вы, ваша жизнь, ваши решения, вы делаете, что хотите. Проходит какое-то время, полгода не прошло, Лена уходит жить себе, своим родителям. Я спрашиваю своего товарища, что произошло? Говорит, ты знаешь, Славик, вот у вас отношения с Юлей, они какие-то, они какие-то правильные. А у нас так не получилось. Потом, позже, они все-таки начинают опять дружить, но они уже не живут вместе до тех пор, пока они не поженятся, не повенчаются, и тогда они будут жить вместе. На сегодняшний день у них семья, они воспитывают сына. Я увидел, как Господь работает в жизни человека. Господь указывает и показывает, как правильно, как неправильно. Все эти правила, постановления, заповеди, заветы, это все только для того, чтобы мы были счастливы. Наш последний стих из книги Иисуса Навина. Иисуса Навина, первая глава и первый стих. Первый стих нам дает контекст, кто произносит эти слова, кто это сказал. По смерти раба Господня, кто сказал Иисусу? Господь сказал Иисусу, сыну Навину, служителю Моисею. То есть, то, что сейчас будет сказано, это сказал сам кто? Это сказал сам Бог. Это сказал не профессор Гарвардского университета, это сказал не журнал Таймс, это сказал сам Бог. Что же он сказал? Первая глава книги Иисуса Навина, восьмой стих, он говорит, «Да не отходит книга сия закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь». Для чего? Чтобы в точности исполнять все, что в ней написано. Хорошо, я, ладно, я постараюсь, я попробую в точности исполнять все, что в ней написано. И что тогда? Что тогда будет? Тогда ты будешь, что успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Кто из вас хотел бы быть успешным, счастливым и здоровым человеком в жизни? Есть такие в нашем зале? Я думаю, что все. В чем секрет успеха? Ученые говорят, нужно ходить в церковь и нужно иметь хорошее взаимоотношение с другими. Христос говорит, возлюби ближнего, как самого себя и возлюби Господа всем сердцем, всею душою и всеми силой. Господь говорит, делай все, как здесь написано. И так далее.